Ребята, всем доброе утро! Сейчас будем завтракать и собираемся сегодня на Учтере. Поедем на пляж, он удаленный, отдаленный пляж. И там можно спокойно будет поплавать, отдохнуть, будем жарить шашлыки. Сейчас завтракаем. Взяли попробовать вот такой вот чай, красная поляна на травах. Здесь, знаете, что за травы? Лист мелисы, чабрец, цветки, ромашки, лист мяты, зверобой, трава душицы, тысячелистник, чай зеленый. В общем, вот такой вот чай. Смотрите, в каких он пакетиках. Вот так вот. В общем, сейчас завтракаем. И нам нужно еще замариновать, кстати, шашлычок. Вот тортики. Замариновать шашлычок нужно. И что? А и овощи с собой возьмем. В общем, с ней погодка хорошая, так что нужно хорошенько наплаваться нам. Слушайте, Милана, что тут камень твой делать? Милана нашла вчера на море камень. Мы его уже 150 раз помыли мылами, всякими средствами. Убирай его, Милаш. Лика выкладывает видео. Обложилась ягодами, фруктами. Милана, почему я плавать? Ты будешь с ней плавать? Хоть мы здесь есть. Нет, Милаш, убирай камешек, камешек не место на столе. Давай, убирай. Убирай, убирай. А куда? Вот хотя бы вот куда-нибудь, вот на тот стол. Убирай, давай. Здесь Миланкина Сонечка. Это стул для Миланкиной Сони. Мы в тот раз оставили дома, и Милана так скучала по Соне. Везде, где видела в магазинах, все сразу у нас воспоминания о Сонечке. И пришлось нам даже на неделю раньше уехать. Да, Милаш? Да. Но мы все равно тогда хорошо отдохнули, поэтому ничего страшного, что раньше уехали. Вот посмотрите, что произошло с нашим веером. Девчонки поломали веер. Почему ты папа поломал веер? Папа, он так махал-махал, что в общем веер разломал. Папа, расскажи, что ты поломал веер. Папа, как ты поломал? Да не поломал. Короче, друг на друга. Я не поломал. Я не поломал. Никто не понимает. Это же разбирная вещь. Что ты говоришь? Веер папа поломал, короче. В общем, сюда нужно палочку вставить. Он уже, да нет, ниточкой что-то скрутить. Можно ниточкой скрутить? То есть вот так вот. Он уже сколько у вас лет? Он просто перейдет. Перейдет. Мы в том году покупали, а вы покупали нам его в Девноморске. Он один год работает. Ой, девчонки, о, девчонки, предлагаю сейчас как раз пойти за баклажанами и пойти в ларек все там по 30. Выехали мы на пляж, едем на Учдере. Я сегодня даже не стала краситься. Какой-то на пляж, зачем? Краситься. Только блеск для губ. И, конечно же, солнцезащитная крема. У нас все демори будет совмещено со спортом, да? Да. Мы едем на Учдере, а подняться к пляжу там достаточно... Нет, наоборот. А, спуститься. Спускаемся легко, а потом, когда уже накупаемся, наедимся... Вроде бы отдохнули, но идешь уставше, и когда ты поднимаешься в гору, поднимается там минут 15 где-то. Ну, да. Ну, точнее, будет засечь. Сложные, сложные такие горные подъемы, они затяжные, кажется, что они длинные. А на самом деле, да, там 10-15 минут и все. Ну, там такая крутая горка, я как-то показывала, с нее тоже покажу. В общем, туда двигаемся. У меня, кажется, автобус катится. Может быть, и катится. Тебе тоже показывали? Значит, ей не показалось? Нет, не показалось ничего. Может, отпустил туда, а потом покатимся немножко. В общем, взяли с собой, я взяла вот такую сумочку с собой. Кстати, очки, наверное, желтые возьму под эту сумочку. Подойдут желтые очки мои. Взяли с собой, конечно, шашлычок. Ну, пробочки такие написаны хорошие, полчаса нам туда ехать. Ого! Че-то там пробки такие стали. Я смотрю, да, красная прям такая дорога. Не-не, мандигатори. Есть Дагамыс пробка получается. Ничего себе. У нас здесь будет очень много людей. Но сегодня суббота, да. А, это нет. Она к автобусу лежит. Миланка с веером. Какой веер красивый. А, кстати, че это в моей кипре? У меня голубая, она больше подойдет, а розовая. А мне розовая не нужна. А твое, она мне очень узкая. Я тебе разочарую, у меня тоже розовая голубая кофта. Ну, давайте мне розовую, возьмите мою голубую. Недорогая, моя, ты денешь свою розовую, потому что она мне узковата. И тебе сделай шире. Через три, пять метров на светах. Ну, ты сделаешь по моему размеру, чтобы мне будет комфортно. Мне без разницы. Взяли еще баклажаны, огурчики, помидорчики. В общем, будем сегодня шашлыки жарить. Уголь, розжиг, спички там, я не знаю, взял? Спички нет. В других шортах. А ты крутой. Я крутой, но на спички. Причем я зашла сегодня за мешельком обратно. Бабушка говорит, спички забыли, а года нет. Ой, мучка, испугалась. Мотоциклист вообще просто, даже не смотришь. Это не мотоциклист, это мопедист. Полин. Так, где нам спички взять? Невнимательный чувак. А, ну, будем там в магнитный скотч. Просто выезжать даже не смотришь. Тут просто король дороги. Ладно, да, там грузовик выезжает, которому реально пофиг. Просто выезжает вообще ему со двора. Вообще, даже не посмотрел в сторону налево, едут там люди или нет. Сел и поехал. Так, где нам спички взять? Там в магните заскочим. Периодически забираем туда магнит. Помнишь? Да, я помню. Думаю, ничего нет, нам ничего не надо. Мы бар не взяли, воду взяли. В общем, все взяли, все, что нужно. Все, что нужно взяли. Единственное, спички, молодец, что сейчас вспомнила. Все у меня в машине лежит. Поверните налево. Если честно, он прикольный левый. Он уйдет сюда. Ну и что, ни фига себе. Он прикольный, красивый. И он такой еще сильно, надо здесь прям открывать, открывать. Прямо, пять километров. Такая эльза. Круто. А еще взяли орешки солененькие. Ну, знаете, когда валяешься, чем перекусить, слушая на пляже. А матрасы что-то мы берем? Ну, все, в машине у меня лежит сейчас. Тогда туда приедем, я буду вам показывать, а вы будете говорить, это нужно, не нужно. Нужно на чем-то лежать же. Ну, да. Пиццу возьмем, пожалуйста. Пиццу возьмем, давайте. Капает все. Что-то за дерево я даже не обратила внимания. Но утром выходишь, и все, вся машина заляпанная в чем-то. Видно, с дерева что-то окапает. В общем, едем за Дагомыс едем. Короче, мы собрались на шашлыки, забыли о спичке, я уже говорила. В общем, ищем магазины. Здесь был магнит. Куда мы приехали, его уже нет. Его закрыли. Да, его будут с другой стороны дороги открывать. Но пока он закрыт. Заехали. Ого, папа пошел, глянь, куда же. В общем, мы ездим тут, ищем спички или зажигалку для костра. Развести костер, но надо шашлычки же пожарить. В один продуктовый заехали. Это оказался не продуктовый, а шаурма. В другой заехали, вот я не знаю, ну магнит закрыт. Здесь продуктовый, может быть, спички не продают. В общем, папа туда вышел, пошел в другой магазин. Они же должны смотреть, что люди могут ехать на пляж. Ну да, такие как мы. И забыть спички для шашлыков. В общем, надеюсь, что в том магазине папа найдет. Иначе придется... Тогда придется нам заезжать в Дагомыс. В Дагомысе есть. Но там неудобно с этой стороны сейчас переезжать. Потом выезжать. Ну, короче. Но в любом случае тогда заедем в тот магазин. Там, по-моему, тоже магнит. Нет, помнишь, там не магнит, там продуктовый большой магазин. А бежит, потому что шарка на улице. Здесь кондиционер. Можно все пробежать, конечно. Давай, беги быстрее, папа. И вот так, да, бежит. Слышишь? Налезли? Да. Слушай, эти улики... Вот эти вот... Мыльницы, или как они называются? Большие мерки, наверное. 37-й вот эти, 37-й. А шлепки... 39-й. 30... У меня 38. Так, и Миланку сейчас переобуваем, да, Милаш? Нет, я там переобуюсь. И папа. Да? Я не переобуваюсь, я в этих уже. Это вот в этих. А, нет... Милаш, давай переобуемся. Ну, ладно, ладно. Ну, как ты там будешь... А, мам, нет, давай, когда я на мочу ножки, так легче будет. Лишний раз, вот лишний... Ну, ничего сложного. Мам, мам, они... А можно тогда мои тоже кинуть? Можно, пожалуйста. Они сложно обуваться на сухие ножки. А на мокренькие очень. Миланка с длинным рукавом кофточку. Ну, это не кофта-платьюшка. Она очень тонкая. Так, меня укусил комар. Все уже? Я же брызнула. А меня уже укусил. Давай еще брызнем. Короче, я брызнула средством от комаров. Не надо, мам. Он не вкусно пахнет. Зато... Я поняла, почему комары не любят это средство. Я поняла, почему эти комары не любят это средство. А комаров может быть вещей. Это да, Милан. Так, все, погнали мы. Давай мне ручку. Нет, ты в ту руку возьми все, в ту. Миланка, короче, с собой взяла еще лягушку, брызгалку, пистолет. Лика мне смогла все-таки... Ну, вот это вот пистолет-брызгалка я называю. А лягушку можно сюда закинуть? Давай, Лики, закинь пока туда лягушку. Давай, кидай. Лягушка, иди сюда. Все. Погнали. Набрызгались... Да, я сейчас тебя побрызгаю. Набрызгались от комаров. Я запручу. А ты обувь, да? Да. Я не переобулась. Лика сразу переобула. Мыльник. Я тоже не переобулась. А я там переобулась. Я там. Слушайте, кошмар, столько людей, я вообще в шоке. Мы думали, что здесь мало людей, но сегодня суббота. Я как бы предполагала, что будет чуть побольше, чем в будни, но столько машин стоит. Я так надеялась, что там будет, как всегда. Но что-то мне подсказывало, что это не так. Там большой пляж, пойдем дальше. Не понятно. Там просто вначале, знаете, что хорошо? Есть пенел деревьев. А есть, да, деревья, можно спрятаться. Ты можешь сразу выбить уже про замес. А еще там есть такие, как камни, то есть из камней можно сказать стол. И очень классно там расположиться. То есть шашлычки пожарить, накрыть стол. И пораньше. Да. Чтобы были мешальки. Угу. Представляете? Так. Слушайте, побрызгались от комаров, и Лика вдруг сразу цапнул. Может, он тебя раньше цапнул? Да. Возможно. Не мог там цапнуть. Прям бляж. Я, кстати, поняла, почему комары не любят кустрейство. Потому что он воняет. Даже для меня воняет. Но это детское средство. Надо вонять. Комаров. А еще мы с Лика покупали, вчера вот попробовали первый раз, от комаров. И там тоже от мошек, от всяких, короче, таких насекомых. От укусов. Она очень помогает. У меня будет красный комар. Молика мне помазит через носок все. Да, реально так круто. Тоже с собой взяла на всякий случай. Мы тоже покупаете такое. Да, солнышко фирма. В метро. Мы в метро брали. Ну, может быть, в других магазинах тоже продается. Да. Ника, смотри, под ноги. Там автобус, кажется, ездит. Да, там кажется. О, слушай, надо будет потом спросить, может быть, нас автобус подкинет с пляжа. А мы когда под... Он, по-моему, в шею заходят. Как раз мы где-то до шести хотим здесь побыть. А, нет, это наверху трактор едет. Да. А вообще надо спросить потом, как бы... Его надо встретить. Нет, я говорю, может быть, он как раз там будет на остановке. Да, спросить, а во сколько вы едете к шести ближе? Подбросите нас наверх, чтобы не тащиться. Мы как-то иногда просили, так удобно водителя. Но мы даже не просили, мы шли, и он остановился, говорит, давайте я вас подброшу. А он от какого-то санатория, да? Да. Ну, санаторий Симашка может. Ну, наверное. Мне так понравилось. Да, там такой классный водитель. Мне так понравилось. Мама, давай домой поедем на нем. Да, вообще классно. И он потом нам сказал, мы вот последний там, по-моему, рейс в шесть или в шесть с чем-то. Если, говорит, успеете, подходите, подбросим вас. И мы, конечно же, успели. Мы примерно как раз до шести всегда тут и отдыхаем. Вот. И классно, как раз хоть наверх мне нужно пешком идти. Нет, сейчас это правда. Да. И будет как бы... Тут вот кто-то живет. Пикольно будет на автобусе. Так, давай руку, милашка, мне. Мы уже накупались. Вода сегодня шикарная. Теплая, чистая. Просто одно удовольствие сегодня купаться. Ну, в принципе, мы вчера не купались, но на ривьере, честно сказать, ну, не очень особо и хотелось. А здесь, посмотрите, какая водичка. Какая прелесть. Там Лика. Ныряет с камеры. Смотрите, какая чистейшая вода. Вообще прелесть. Ты Миланка. Я подружилась. Миланка с девочкой подружилась. С Владой девочкой звать. Людей знаете как? Людей, в принципе... Ну, я не скажу, что много. Я не скажу, что много. Ну, вот как-то так. Вроде есть, палатки, но пляж чистой, свободный. Нет. И можно спокойно отдыхать. Спокойно. О, ничего себе. Кошмар. Можно посидеть здесь где-нибудь на бережке. Водичка. Воду, конечно, вот в чем минус, когда камни, это то, что очень тяжело, больно ногам не спускаться. Можно где-то и споткнуться, подрядить ноги. В общем, самое классное, это, конечно же, вот в таких мыльницах. Это самое идеальное. Не подследешь, ничего не чувствуешь. Вот в таких вот мыльницах. Лика пошла взять круг. Арбуз. И будем сейчас не плавать. Вот многие спрашивают, зачем вам круг? Потому что плавать не умеете. Ну, как бы плавать умеем, но иногда просто хочется вот расслабиться, просто лечь вот так на круг или на матрас. Просто, просто отдыхать. Лика с кругом. Так ты прям вот так нырять вместе с камерой, плавать? Ой, плывать, говорю. Слушайте, круг классный. Я не знаю, насколько его хватит, как он долго нам прослужит. Многие писали, ну, не многие, кто-то писал, что в том году купили, то есть на один сезон. Ну, посмотрим. Ну, на один сезон, значит, на один сезон. На самом деле он недорогу 200... Сколько круг стоил? 299, по-моему, по акции, да? 250, по-моему. Нет. Нет, около 300, 290 или 250, что-то такое. Так он стоил около 490, по-моему, а по акции было вот столько. Ну, на один сезон, значит, на один сезон. Милашка, здесь плавайте, чтобы я не бегала. Вообще людей здесь нет, и не знаю, мы часов, наверное, до... А, кстати, не работает этот санаторий, от которого автобусы ходят. Помните, я вам рассказывала, когда мы спускались, поэтому мы думали до 6, чтобы подняться потом на автобусе, но не работает санаторий вообще. Пляж их пустой. Автобуса нет, то есть там закрыто на замок. Не знаю, почему не работает. Я знаю, что сейчас многие вообще отели работают. Может, знаете, в этом году на ремонте, может, еще и все. Не знаю. Поэтому будем где-то, наверное, ну, пока не надоест до половины седьмого. Миланка, седайте. Где-то до половины седьмого, до седми. Потому что погода шикарная сегодня. Хочется накупаться. Вот подъем, конечно, здесь. Не очень. Мила, без круга нельзя. Тут не Анапа, где можно купаться, купаться без круга, без всяких жилет. Здесь вначале вроде бы не глубоко, а потом раз резко. Очень много с палатками. Много людей. В этом году больше, да, именно вот с палатками людей размещалось. В том году не так много. Все убежали. Ну, и лишний раз. Да, от отелей, как-то вот, с палатками. Тебе не нравится? Не хотел в палатки? Ну, день-два можно, да? День с тобой пару дней можно. Ну, да, с детьми, мне кажется, тяжело. Хотя мы в том году, когда отдыхали, здесь семья отдыхала. С ребенком, наверное, годика четыре-пять, может быть. Был вообще малыш, да? Около года. Он только, видно, научился ходить. И вот они за продуктами, за водой ездили в город. Ну, не в город. Ну, где-то вот сюда выезжали, да. Ну, на машине муж у нее выезжал. И она с двумя детьми вот одна оставалась. Вот. И они, она говорила, мы уже тут месяц живем. Ну, кому-то нравится. Я бы день-два с удовольствием, наверное. Но, конечно, на месяц в палатке это как-то, ну, круто. Ну, всех свои интересы в жизни. Кому-то, может быть, не нравится такой отдых. В чем-то он, конечно, я говорю, день на два вообще классно. Просыпаешься, наблюдать за рассветом, закатом, вот так на берегу, пить кофе утром. Вообще красота. птички поют, сверчки, комары. Красота. Какой. Что ты тут хочешь делать? Мне уже страшно. Ой, да. Круто. Кстати, так много шашлыки все жарят, да, многие? Ну, да, прям шашлыки. А кто вот прям с палатками, надолго видно, у них котлы там висят разные. Мешки с продуктами, в общем, с такими запасами приезжают. Потому что только вот, если да, за водой, тут не находишься. Просто ближайший магазин не очень близко, скажу. Не очень. Или на электричке, или на машине, если ехать, прилично. Поэтому они, конечно, люди тут закупаются, кто едет в палатках, отдыхать. А вот это вот прямо перегорожена там сетка. Вот это от санатория. Видите, там вообще никого нет. Вот. И вот там вот пляж от санатория. Но он вообще закрыт, прям там замок висит. Так что как-то так. Так, наш шашлык уже готов. Здесь у нас свежие огурчики, помидорчики. Миланка уже кушает шашлычок. И еще будем сейчас делать баклажаны. Ну как, Милаш, вкусно? Да. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кто кушает, не стесняйся с нами. Можно? Так просто помидорчики все накидаю? Ну конечно. И на круг пойду. Помидорчики у нас, кстати, на веточке. Посмотрите на лодке. Ну это не лодка такая, как бы для плавания доска. Мы видели такую, в Айкеи продают. Смотрите, мужчина, женщина и собачка. Да, и собачка, я как раз сижу и говорю, а если собака упадет? И точно собака, короче, упала. Она не упала, она прыгнула. Прыгнула, и мужчина за ней поплыл. Видите? Кто как может себя развлекает. Кто? Э, ты кто? Ой, ты кто? Ты кто такой? Давай знакомиться. Это Лика. Это Лика, это Милана. Как тебя звать? Подержала собака. Куда пошел? Ой. Ай, не могу. Решили немного задержаться. Так что только сейчас едем домой. Круто. Милан как раз говорит, бабушка по телефону, а мы сейчас заехали помыть машину немного. потому что вся она у нас грязная. Все, мы едем домой наконец-таки. Пока папа наш помыл машину, в общем, говорит, что у нас в Питере, допустим, на 100 рублей, на самомойке. Ты 100 рублей засунул, нужно бегом-бегом успеть обижать пеной хотя бы палить. Хорошо. Здесь на 100 рублей я пеной палил. У меня смотрю, 84 еще этих рубля осталось. Я не понял. Я по привычке так же, да, по привычке так же бегом обижал. Узич, но я еще круг сделал, 71. Думаю, ну ладно, пусть летает. Уже потом все обил, а у меня еще 20 рублей, я уже и так и под колесами и все. В общем, в два раза как минимум дольше работает мойка здесь, чем в Питере. Так что респект и уважуха Дагомысу. Это в Дагомысике вам. Да, классно, так что можно почаще мыть машину. Можешь обыскать подозвать на горячку? сейчас уже домой придем поставить. У меня же скоро приедет. Через минуту.